Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен, и сегодня мы посмотрим ситуацию, которая произошла с биткоином. Полностью все сценарии. Вчера буквально я говорил и показывал, что на 4 часах формируется фигура, которая называется Диамант, и мы ее с вами нанесли. Вот как она выглядела. После чего мы с вами нанесли данный алмаз сюда, я перетянул тело, и мы с вами выяснили, что примерно мы уйдем вот сюда. После этого биткоин консолидировался здесь, пару часов походил в боковичке. После чего совершил импульсное движение вниз. И если вы помните, на неделе я говорил, исходя из линии ТПР и технического анализа, что скорее всего мы можем даже сходить, один из сценарий, к 43-42 тысячам долларов за биткоин. Оказалось, так и есть. Мы сходили ровнее как к 42 тысячам. Пророческие ли были мои слова? Знал ли я что-то? Конечно нет. Это все исходит из технического анализа. Поэтому все сценарии я всегда здесь разбираю. И здорово, что те, кто смотрит меня, всегда знают это раньше остальных. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы предложить вам такую прогрессивную и интуитивно понятную биржу, как BuyBit. Если вы зарегистрируетесь от меня и будете торговать по моей ссылке, то вы автоматически будете участвовать во всех щедрых финансовых розыгрышах. Поэтому регистрируйтесь, торгуйте и всегда пусть посутствует вам удача. Далее, посмотрите на недельку. Мы с вами обозначали уже достаточно длительное время, что здесь биткоин может найти свою зону поддержки. Так и произошло. Длинная тень свечи снизу. И, соответственно, здесь своим телом он находится в данном месте. Расторговывается. Также он все-таки кальнул шпилькой 42 тысячи. И вот эта зона, которую мы тоже с вами рассматривали. Пожалуйста. 43-42 тысячи долларов. И ровненько отскочило вверх. Это пока. Но не нужно думать, что биткоин сюда дальше не вернется, не будет тестировать на пробитие. Также я обращал ваше внимание на то, что на 4-часовом таймфрейме мы тестировали на сопротивление пробой вверх. Раз, два, три раза. Для того, чтобы пробиться и полететь вверх. Однако, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмой раз стал выдающимся. То есть мы пробились вниз. Мы три раза тестировали сопротивление вверху, для того, чтобы пойти дальше. И восемь раз мы тестировали поддержку снизу. Как вы думаете, куда мог пойти биткоин? Ну, конечно же, ситуация говорила о том, что мы пойдем вниз. И я об этом тоже вчера говорил. И не зря я вам показал диамант. Поэтому ситуация у нас, в принципе, была предсказуемая. Если мы посмотрим на сквиз момент на неделе, мы увидим, что рост у нас затухает. И мы спускаемся вниз уже как третью неделю. Если посмотреть, какими кусками выгрызаются эти свечи, просто колоссальные объемы уходят из рынка. Дело в том, что рынок уходит в коррекцию. Койти мы этого или не хотим. Идет неминуемая коррекция. Поэтому локальный медвежий тренд, возможно, может смениться на глобальный медвежий тренд. Также обратите внимание на МАГДИ. Дело в том, что у нас произошло смертельное пересечение. И, соответственно, мы сейчас устремились вниз. Мы уже выписали первую красную свечку на неделе. Мы говорили, что большими кусками выгрызаемся. И будем выписывать дальше свечки вниз. Буквально вчера мы об этом тоже говорили. Опять как в колодец смотрели. Соответственно, мы должны ждать, пока неделя не завершит свою коррекцию до конца. И это крайне-крайне важно. Поэтому приготовьтесь к достаточно длительной коррекции. Возможно, будет легкий спуск вниз. А возможно и резкий. Если учесть, что здесь большими кусками мы выгрызались, я предполагаю, что, скорее всего, вот именно такой агрессивный слив и вымывание денег должно потихоньку прекратиться в некое равновесное состояние. На месяцы тоже не все радужно. Дело в том, что мы сейчас летим камнем вниз. И, соответственно, у нас месяцы затухающие. Поэтому сейчас нужно быть крайне-крайне осторожным. Если мы посмотрим с вами на 50-ю и 200-ю скользящие, то увидим следующий момент. Дело в том, что когда 50-й пересекает 200-ю сверху вниз, у нас наступает медвежий тренд. Когда 50-й пересекает снизу вверх 200-ю скользящий, у нас наступает бычий тренд. Сейчас у нас ситуация, которая напоминает желание 50-й пересечь 200-ю снизу вверх. Что будет говорить о том, что наступил апокалипсис. Поэтому сейчас еще раз будьте крайне внимательны. Если мы посмотрим на MarketCypher, то мы увидим, огромные объемы MoneyFlow выходят из игры. Мы летим камнем вниз. Падаем. Это видно также по стахаостику. Мы даже не добрались до вершины, а уже совершили крюк и идем вниз. РСА у нас тоже уже дошел до 27-и и перешел из состояния low-high в low-low. Соответственно, не факт, что на этом все закончится. По сквиз-моментам мы видим, что мы затухали и была попытка перейти снова в локальный бычий тренд. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. И это все перечеркнуто. Мы выписали с вами новую красную свечу. Соответственно, на сквиз-моменте мы идем вниз. Исходя из этого, вероятность того, что мы завтра увидим свечку с желтым крестом, который будет говорить о том, что сквиз на дневке начался, мы можем увидеть с высокой долей вероятность. Если посмотрим на логарифмический канал, то мы можем увидеть, что мы с вами опустились ниже линии меридианы и закрепились снизу ее. Соответственно, меридиана для нас выступает сопротивлением. Поэтому высока вероятность того, что мы сможем протестировать, оттолкнуться и полететь вниз. А падать нам и вовсе есть куда. Вниз логарифмического канала. Поэтому можно рассуждать, что мы можем дойти именно вот в этих пределах 37 плюс-минус тысяч долларов за биткоин. Поэтому наша задача сейчас выжидать, ожидать. Как только что-то произойдет глобальное, я вам об этом обязательно расскажу. Следите за мной. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайк. Рассказывайте друзьям, что есть такой криптофронтмен, который говорит то, что будет. И это не магия. Это просто технический анализ. Увидимся и услышимся. Пока.